Добрый вечер! Кому не спится, в ночь глухую. Ваше здоровье! Что сегодня пьем? Открыл шампанское. Я начал вам в предыдущем эфире рассказывать, что хотел открыть вино. Нашел у себя в баре здесь вино. Бутылку вина коллекционную. Мне дарили на день рождения 69-го года, моего рождения. Думаю, какое же красивое вино. Оно за Сургучино. Начал пробовать его открыть. Я читаю, это коньяк. Сначала отсканировал. Думаю, посмотрю, сколько же это чудо стоит. Сколько баллов. И мне пишут, это коньяк. У вас коллекционный коньяк. Очень дорогой. Я засмеялся. Думаю, сейчас бы открыл. У бездельников уже есть и своя страница. А потом открыл одно шампанское просека. Открыл. Невкусное. Открыл второе. То, которое я люблю. Вдова Крико. Люблю. Ну, цвет какой-то странный. Пиво я не пью. Если только в бане. Музыку здесь включить. Саша, привет. Нет, я один. Ты же понимаешь, мы люди, которые не останавливаются. Потом придется ее добить. Начнут тут всех веселить. Нельзя. Илья, как вы представляете свой идеальный день? Мой идеальный день? Проснуться. Выспаться. Где-нибудь часов в 12. Это много для меня. Проснулся. Ну, во-первых, лечь нормально. И выспаться. Ну, такого быть не может, чтобы я лег в 12 вечера и в 12 утра встал. Нет. Если я в 12 просыпаюсь утром, то я ложусь в 5 утра выспаться. Сделать все намеченные планы. Не знаю, чтобы все складывалось, чтобы все получалось. Чтобы на работе был невероятно крутой рабочий день. Много всего напродавалось. Много всего назаказывали. И чтобы вечером сидеть балдеть. Уже где-нибудь в ресторанчике. С близкими и дорогими моему сердцу людьми. Просто провести время. Кайфово. И понимать, что сегодня все удалось. Ну, так бы, наверное. Сказал. Баварское пиво. Привет, Юль. Ну, да. Когда приезжаю в Германию, пью. И ем даже ваши сосиски. Баварские. Которые в России себе бы не позволил никогда. Бездельники уже 3 года. А, точно. И что вы там бездельничаете? Чем занимаетесь? Чем занимаются бездельники? Вам шампанское помогает расслабиться? Да нет. Я и так могу расслабиться без алкоголя. Это чисто для такого, для красивого вечера. Ваше здоровье. Игорь, без каких вещей вы не представляете свой модный гардероб? Без черных. Без головных уборов, без головных уборов, шляп, шапок, без очков. Небольшая коллекция очков. Я, кстати, в последнее время перестал носить. Раньше те, кто следит за мной давно знают, я всегда был в очках. Все говорили, почему прячете глаза? Ну, сейчас не прячу. Самогон. Я, кстати, очень люблю самогон, чачу люблю. Горилку украинскую люблю. У меня всегда есть выбор. Ваше любимое блюдо, я же вам говорил, мамино. Приготовленное с любовью. Вообще, я люблю просто вкусную еду. Любую вкусную еду, хорошо приготовленную. Как прошел сегодня мой день? Проснулся. Выспался сегодня. Встал поздно. Где-то в час. Поэтому ведь сегодня мне не уставший. Прямо до мелочей, рассказать, пошел в душ, позавтракал и пошел работать. Сначала поваял немножко красоты, напридумывал изделий. Позакалывал на манекене, сфотографировал. Я даже что-то в пост выкладывал. Светлую линейку. Линейку подготовил, чтобы завтра это все подкраили, довели до совершенства. Запустили. В работу. И потом начал разбирать. Посмотрел пост у Иосифа Пригожина. Как он разбирает свой гараж. И подумал, слушай, мне тоже нужно это сделать. Ну, похоже на Молчанова с передачи до и после полуночи. Чем? Посмотрел, что... Иосиф прав, что сейчас такая ситуация, что как раз... Раз мы находимся все, кто дома... Ну, так как я здесь у меня и производство, и дом у меня сейчас здесь. И можно заняться тем, до чего всегда не доходят руки. Зашел в складские помещения, в подсобки всякие, перевернул все. Завтра заставлю команду сделать ревизию. Сколько всякого бардака по углам нашел. Прям ужас. Все-таки не любят у нас люди жить в чистоте. Коммуналку из головы не выбить, к сожалению. Да, Саш, ты права. Коммуналку из головы не выбираю. Мой сын сейчас в Москве. Работает. Открыла глаза и уже рада. Любите разговаривать с утра пораньше, из меня и слова не вытянешь. У меня такая работа, что я не могу молчать. Я и ночью разговариваю, и днем. Потому что у меня ночью какие-то звонки за границу. Я общаюсь с Америкой, я общаюсь с Гонконгом. Где уже может быть ночь, где может быть утро, когда у нас наоборот уже ночью. Поэтому у меня, в принципе, я не останавливаюсь. Я спокойно сплю реально часов пять. Четыре-пять. Все остальное время у меня все равно приходят звонки, и я общаюсь. Если у вас была бы возможность за полчаса научиться чему угодно, чему бы вы научились. Языкам. Еще дополнительно всем языкам. Я хотел бы знать китайский язык. Он сегодня необходим в бизнесе. Я хотел бы знать в совершенстве даже те языки, на которых я просто не говорю. Я не говорю по-французски, что-то понимаю, конечно, но не говорю. Испанский, итальянский, но все это тоже понимаю большую часть. Но я не говорю в совершенстве, поэтому хотел бы знать. Лишним это не будет. Смотрели сегодня шоу «Маска. Нет». Игорь, хотелось бы ваше мнение услышать, почему умным и красивым девушкам трудно найти достойного мужчину. Чаще всего они одиноки. Что не так они делают или поступают? Они родились умными. Наверное. Наверное, это не модно. Не знаю. Мне кажется, что умная женщина одинокой быть не может. Возле нее всегда она правит миром. И возле нее всегда будет близкий человек, которого она хочет видеть. Покажите бутылочку. Не знаете, вдову крюка? Коробочку покажу. В загоголе на стене над головой, как нимб. Печать. Это из моей коллекции с подиума. Печати. За семью печатями коллекция у меня была. Игорь, помните, мы о вас пять лет назад писали статью в журнале РЭК в Туле? К сожалению, простите меня, не помню. Но, наверное, расписали. Вроде я все контролирую. Журнал такого вот так вот, потому что у меня, в принципе, вся библиотеки нашей, все, что выходило. Не помню обложку, не помню. Потому что я, в принципе, так визуально всегда запоминаю. Но я вас не хотел убедить. Спасибо. Пишите еще. Вот, пригласите меня в эфир, расскажу. Пригласить вас в эфир? А сейчас возьму и приглашу. Я такого никогда не делал. Здравствуйте. Добрый вечер. Наконец-то бездельники прорвались в эфир. Требовали все. Очень приятно смотреть ваш прямой эфир. Я снимаю вайны. Я начинающий вайнер. У меня есть YouTube-канал. Он начал развиваться совсем недавно. У меня около 6 тысяч подписчиков. В принципе, я есть в TikTok, я есть в Instagram. Если интересно, можете заценить вайны, посмотреть, познакомиться с моим творчеством. Очень приятно смотреть эфир, который не несет негатив. Очень приятно вас слушать, лицезреть. Очень приятный человек для общения. Всем лайк, всем приятного вечера. И для меня остается загадкой, почему же вы одиноки. Черт возьми, что происходит в этом мире. Это все коронавирус. Сейчас будем Лолу приглашать. Подождите. Так, что нужно сделать? Лолка, как тебя позвать? Меня, наверное, надо. Да. Меня отключай. Удачи. Спасибо большое. Успехов. И вам. Вот зачем вы меня позвали? Зачем ты меня позвал? Такая девушка была в эфире. Но я вышла пожелать хорошего-хорошего всем. И сказать, что Игорь Гуляев не одинок. Я права, Игорь? Я тут же подключилась там, где меня касается. Так, ты когда прекратишь голое тело показывать? Я тебя сегодня отругал. Да, мне сегодня досталось. Да. Знаешь что? Я не показывала голое тело. Я показала унитаз. Ты грудь показала? Я была в белье. Ты знаешь, это лучше меня. Кстати, у тебя красивая грудь. Тебе ли не знать? Тебе ли не знать? А, передо мной. Ну как эфир прошел? Я только подключилась. Закончила все домашние дела. Тебя давно нет. Ты в Питере. У тебя хорошие подписчики. Ты знаешь, я смеялся. Я решил открыть вино. Я тебе говорил, мне кто-то подарил бутылку вина 69-го года на день рождения. Оно стояло, стояло. И я тут решил быть умным. Думаю, посмотрю, сколько оно стоит. Сколько? Ты мне говорил, да. Слушай, слушай. Я скачал эту программу. Значит, сканирую это вино. Мне пишут, это коньяк 69-го года. Ну, дорогой, конечно, все бы я сейчас открыл бы. Ты, может, меня видела в хлам. А ты его не открыл? Ты же при мне бутылочку. Ну, я начал. Ты мне показывал. А потом я открыл бутылку просека. Мне не понравилось, какой-то невкусный. Я сейчас открыл вдову Клико. Короче, за тебя. Я тебя люблю. Что-то сегодня день такой. Я начала вот с Настей выпивать и в Леевой в эфире. Слушай, у меня, я зашел к вам, ну, я минут пять смотрел. Какая приятная девчонка. Просто талантливая очень. Восхищен, приятная в общении, красивая, без пафоса, без всего. Прямо очень. Вот пока пишет, очень. Я, правда, Настю Юглееву рекомендую всем, потому что это правда. Ты знаешь, доказательство того, как человек делает себя всю жизнь своими руками. Большая молодец. Ты прям очень сразу с первой минуты такое какое-то приятное впечатление о себе создает. Прямо очень, очень. Вот это открытие. Это то, что впоследствии, та девочка, которая впоследствии станет, хорошим словом, старая гвардия. Вот. А сейчас пишут, Лолита, как похудеть, если я на карантине? Слушайте, закончатся продукты и похудеть. От гречки, наоборот, несет. Если ее мешать совсем с чем-нибудь. Люди понабрали майонеза, там всякой ерунды. Не, ну майонез, ну слушай. Мне кажется, знаешь, если ты молод, и чтобы сейчас, тем более, испытывать физика, испытывать стресс. Ты сейчас о нас говоришь? Анна, вообще, я говорю, девушка задала вопрос, и поэтому я сказала, что если сейчас стресс, организм в стрессе, то не есть нельзя. Лучше есть, потому что это удар по психике, по мозгу. Мукачева, привет. Вот присоединились мои. Вот посмотрите на Игоря моего любимого. Смотрите, как он вот хлопает глазами. Он сегодня разбирал залежи своих работ и устал дико, потому что он нашел много работ за последние пять лет, которые были скроены, но не сширены. Не завершенные, которые плящет команда. Завтра тренделей получат. Завтра все получат. Поэтому сегодня ты давай, вот ты сейчас добрый. Ты сейчас добрый с кликом вместе. Вот. Ну что еще хорошего? У Игоря скоро новая коллекция выйдет. Потрясающе. Потому что он мне показывает ее по телефону. Только ты видела. Больше никто. Ну, очень классная коллекция. И знаете, что я свидетель того, как это создается. Когда он находит какой кусок ткани, прикладывает к манекену, сам что-то пришивает. Я все это вижу. Да, действительно. Я просто, ты же знаешь, как я тебя люблю. Тебя тоже. Ну, поэтому у нас это обоюдно. Вот. И поэтому я горжусь, что я видела сегодня, как это создается. Это дорогого стоит. Это не как в кино, когда вокруг тебя тысяча людей, все смотрят в рот. Пришел мастер, ткнул карандашом, показал эскиз. Нет этого всего вот этими ручками. Или, как ты знаешь, у меня сегодня нет этого. Вдохновение. Вдохновение. Вообще мы выходим в эфир для того, чтобы, не знаю, насколько это будет заразно и сколько это продлится, пока карантин, который у нас уже внутри существует, поселился. Хоть его нет в Москве и, в принципе, нет в России, он не объявлен, но он внутренний карантин для каждого из нас. И мы не знаем, сколько мы все продержимся в таком позитиве. И как часто мы будем выходить в прямой эфир для поднятия боевого духа всех. И своего тоже. Игорь Юрьевич, что я одна говорю? Говори. Я просто думаю. Лолита, у вас есть любимая вещь от Игоря? У меня очень много любимых вещей от Игоря. Да, много-много. Он меня балует, очень сильно балует. И у меня концертные костюмы, все последние, все уже от Игоря. Если даже что-то не от него, я ему пересылаю, советую. Он говорит, сбрось это. Это плохо, это ужасно, это безобразно. Он забарковал серьги, которые я все равно купил. Нет, я не забарковал, я сказал, для съемки да. Я сказал, куда ты это будешь выгуливать. Очень смешные серьги, я потом покажу, потому что только на обезьяну чи-чи-чи. Вот правда, я это не купил. Нет, ну это реально 80-е, это тренд сегодня, это модно. И для фотосессий, для чего-то такого авангарда, или куда-то прийти, ты умеешь себя преподать правильно. Может быть, почему нет. Но самая яркая вещь, мне кажется, у тебя в гардеробе, это худи с твоим телом. Да, это из клипа. Это тело не сгорело. Это тело не сгорело, для клипа Игорь мне специально сделал. Вообще, у нас есть одна особенность в отношениях с Игорем. Значит, он очень для многих моих коллег делает, я никогда не ревную. Но что касается меня, вот что касается очень близкого ему человека, правильно я говорю? Правильно. Так вот, я вам хочу сказать, мне он делает последний. Значит, когда я уже выхожу из дома, вслед, в принципе, уже может достается, я тебе принесу это за кулисы. И потом я не могу в этом работать, потому что какие бы близкие отношения ни были, он не знает мой рост. Так, у меня все время штаны по полу, да, да, да. Я просто люблю, когда ноги дополнительно удлиняются. Удлиняются, а потом я на сцене не могу уходить и ковыряюсь в каблуках. А комбинезоны какие у тебя? Секс? Да. Нет, все, вот и впереди еще я понимаю, что меня ждет от тебя что-то. Я попрашиваю при всех. Дай слово, что ты мне все-таки сделаешь. Правда, ты всем делаешь быстро, только я у тебя. Сапожник без сапог. Это я. Мне Фейсбук вчера напомнил, ой, сегодня напомнил, уже вчера, да, уже сегодня, а, да, уже вчера, напомнил, фотка вышла с Максом, ой, с этим, с Малаховым и с тобой. Мы как раз два года назад были на эфире той программы, помнишь, когда я пришел к тебе и когда у нас была тема. Это экселечка, элечка? Нет, экселечка, помню. Экселечка, да. Вот Игорь это тот человек, который всегда говорит правду и всегда, ну, как большой художник и большой дизайнер, он никогда меня не жалеет. Не знаю, как других, но меня не жалеет. Я правду говорю, потому что ты, посмотри, как ты изменилась, какая ты стала худышка сейчас, какая ты стала хорошенькая. Ты сейчас без косметики, без грима, посмотри, красотка. И заметьте, я тебе не изменяю, я уже в кровати. Это ты уже проводила всех, да? Всех, да, я уже всех проводила. У нас свои шутки. Вот тебя спрашивают, Игорь, какие мужские вещи модны в этом году, вот тебя спрашивают. В тренде восьмидесятые хулиганти никуда не уходят. А тем, кто родился в восьмидесятые, объясни им, что такое тренд восьмидесятых. Да и я уже не помню. Тогда вещей практически не было. Вот такое. То, что казалось раньше хулиганским, сегодня все вышло на улицу и вышло в тренды. Сегодня вся история нашего Советского Союза, когда мы жили и нам казалось, что мы были совершенно немодными, мы смотрели на Запад, сегодня очень-очень актуальна. Именно мальчишка из восьмидесятых, из Советского Союза, сегодня один из главных трендов. Простой мальчишка-хулиган. Ну хорошо, слушай, я вспоминаю, вот извините, сейчас мы говорим, что я вспомнила только девяностые. Я вспомнила жирные цепи из золота, кожаные куртки, костюмы Адидас. А восьмидесятые это что? Восьмидесятые это оверсайз, это искусственные шубы. Ты не помнишь, искусственные шубы были такие. Девчонки носили розовые, салатовые, то, что сейчас происходит с волосами. Красили волосы зеленкой, чернилом, потому что не было этих красок. То, что сегодня, в принципе, у молодежи есть, вот эта вся кислотность, это то же самое, только тогда это было непрофессионально. Я прекрасно помню всех своих подружек модных, которые чернила, окунали голову в чернила, в зеленку, делали себе. Ты такого не делала? У тебя не было цветной краски? Я всегда была брюнеткой, ты знаешь, никогда зеленку на голову не выливала, поэтому я когда была мальчиком, я бросала... Даже у меня был ракест, даже у меня был ракест. Ну ты мальчик, тебе положено. Для тех, кто к нам только присоединился, я смотрю, мои подписчики пишут. Игорь Гуляев, выдающийся дизайнер, человек, который придумал давно свой бренд, и сейчас мы все в его майках гуляй, и гуляй отсюда. И чего только нет у нас на голове, это все мой любимый Игорь. Спасибо тебе. Ты, кстати, майку не забрала? Еще нет, еще нет. Вот она, твоя любовь. Меня опять последняя. Всем переслал. Дубцова, Ири, всем-всем. Я последняя получила. Майку от близкого... Дубцова еще не получила. Еще не получилось, что надо спуститься вниз в подъезд. Ты заставляешь меня ночью шастать по подъезду. В подъезде, да, курьер доставил от тебя майку. Спасибо тебе. Вот видишь, завтра будешь эротична. Буду, буду. Я хотел тебе еще... Просто на работе не было. Хотел сказать, я помощникам сказал, передайте ей пакет, килограмм гречки, рулон туалетной бумаги. Пока тебя не было, я все купила. Нет, я все купила и унитазы помыла. Все нормально. Люди пишут, Лолочка, какая ты красавица. Видишь, как ты молодец. Ну, я могу сказать, что Игореша имеет прямое отношение к моим изменениям, потому что он во многом сыграл положительную роль вообще в последних нескольких лет жизни. Это моя опора и плоть от плоти, что называется. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Очень. И радуюсь всем твоим изменениям, потому что они все в хорошую сторону. У тебя стали гореть глаза. Это очень хорошо. И у тебя. А почему я не вижу надпись мою любимую на лбу? Хочешь засмеяться? Я ее завернул сюда. Зачем ты это сделал? А я просто решил сейчас тебя уже не рекламировать. Думаю, буду так по-скромному. Потому что глаза красивые. Глаза красивые. Надо глаза показать. У тебя все красивое. Все, подтверждаю. И душа. И душа. Самое главное. Ваше здоровье. Всем благ. Про вас сейчас говорят по телеку. Не знаю, что говорят. Лола, мы из Канады любим. И мы Канаду любим очень сильно. Как вы там с коронавирусом? Зеленоглазые красоты красивые. А Игорь поет, поет. Как выпьет, так... Игорь поет в караоке иногда. У него это бывает. Да. Это стоит дорого. Скажи мне, пожалуйста, ты ничего не показывал в прямом эфире из своей коллекции новой? Хоть чуть-чуть. Никому. Ну почему? Ну кусочек. Потому что я вот только показал чуть-чуть вот это пальто, потому что манекен наряжен. И потому что оно продано. Я не знаю. Может быть. Но я надеюсь, клиент не обидится. Ну думаю, нет. А похож, знаешь, вот то, что ты сейчас показал, кусочек похож на китайского этого, знаешь, такого борца как раз эпохи Моу Цзэдуна. Со звездочкой. Такое ощущение, что со звездочкой. Я тебе штаны показывал? Нет, я штаны не показывал. Класс. Это для Филиппа. Но это просто для Филиппа. Гуляй. Гуляем. Очень классно. Ой, что показать? Ну ладно, так чуть-чуть. Покажи чуть-чуть. Покажи. Пусть... Я хочу, чтобы правда все видели. Потому что одно дело, когда мы с тобой каждый день разговариваем, вот и пока ты стоишь, положив телефон и что-то прикалываешь своими руками и тут же на моих глазах что-то на манекене создается, сейчас все видят уже готовые модели. Но это стоит большого труда и он не спит по ночам, это все делает, утром рано встает, опять делает. Вот сейчас, чтобы все понимали, Игорь находится в Питере в офисе и он не выходит из него. И на карантин уже остается там. А вот это шапки. Но такие шапки любим мы с Леной Воробей. А где это? Это я просто пока ты покажешь, пока ты в Питере модный дом Игоря Гуляева. Игорь ночует уже неделю, да, Игорь? Пять дней уже, да. Ну да, почти неделю он уже. Нет, ты так скажи, что у меня здесь просто есть номер гостиничный, а то люди подумают, что я тут где-нибудь это... Нет, ты не похож на бомжа, поэтому, знаешь, нет, понятно, что дом Игоря Гуляева придуман таким образом, чтобы он мог из Москвы приехать, остаться ночевать, навалять люлей всем, кто в пошивочном цеху. Главное, чтобы кэш остался, ты сумку показываешь. Теперь главное, чтобы у людей остались деньги. Знаешь, с таким вихрем, как они обесцениваются. А это что? Фактически я идеален. Это хорошее. Знаешь, это для психологии... О, и маски. Ты начал маски делать? Да. Гуляй здоровым. Красиво. Видите, я не все видела. Теперь я смотрю вместе с вами. Неудобное сообщение. Лолу не видно почти. Что не видно? Я, по-моему, меня должно быть видно. Я вам машу. Это мой последний день на Титанике. На Дальнем Востоке утро. Шапка огонь. Вот. Я тебе читаю, пока ты покажешь. Шапка огонь. Очень уникально. Спасибо, что ты показываешь всем. Не все живут в Питере, не все в Москве. И поэтому не все имеют возможность. Сейчас нет показов. Поэтому понятно, из-за карантина, непонятно, когда будут. Так же, как и концерты. Поэтому вот это дело Игоря жизни и сумасшедший, преданный фанат своему делу. И знаете, что клево? В этом карантине красота. В этом карантине прет. Это мама. Мама в Игоре потрясающая. Мама замечательная. Настоящий питерский интеллигент. Красотка. И кот у него замечательный. Кот, который его любит. Ты видела? Мне фанаты подарили картину, нарисовали кота. Нет. Вот. Это Игоря кот. Грей. Он его любит. Даже в душ с ним заходит мыться, чтобы вы понимали. Кот, который не боится воды. Невероятно круто. Если кто-то хочет завести кота, советую завести только Майн Куна. Потому что это какая-то фантастическая порода. Как собака. У тебя точно. У тебя он преданный. Просто у тебя такой член семьи и настоящий мужик. Сколько стоит кепка, пишут? Кепка, по-моему, у нас на сайте стоит. Я сейчас точно не скажу, но мне кажется, полторы тысячи рублей. Ну, в любом случае, это у тебя есть на сайте. Можно зайти на сайт. На сайте игорьгуляев.com интернет-магазин. Там все это есть, да. Там и майки есть. И майки есть. Сиди дома, не гуляй. Да, да. Лолита рекламщик. Знаете, что? Я с большим удовольствием буду говорить о своих друзьях и буду... Знаете, каким бы ни был карантин, он когда-нибудь закончится. Вот и у меня Майкун, это тебе. Он закончится, но мы должны знать, чем мы занимаемся. Сколько стоит маска, пишут? Ребят, заходите на сайт к Игорю, и вы увидите, там есть все цены. Потому что нельзя переставать заниматься саморазвитием, творчеством. Тысячу полтора утакается, давай, категория. Точно все не помню, но приемлемых денег. Абсолютно. Но я просто про то, что вы сейчас видите продукты творчества. И это очень важно. И очень желаю всем не переставать заниматься саморазвитием и творчеством, любым. Неважно, чем бы вы ни занимались, каким бы видом деятельности. Маякун. Все, пошло про Маякуна. Твой Маякун сыграл главную роль в нашем эфире. Лола, вы соблюдаете карантин? А что же я еще делаю? Конечно. Чем почему-то знаю. Мы все даже пока не объявили его, мы сами для себя решили. Это внутренний карантин, да. Подвергать себя и близких опасностей не имеет смысла. Я завтра выйду за хлебом. Больше до этого я съездил, купил швабру, туалетную бумагу, гречку. О тряпках не рассказывай. Ну вот как бы, да. Вот эти вещи, которые моющие средства. Поэтому пока я на улице тоже не собираюсь. Филипа все ждут еще очень. Да, потому что мы вчера с Филиппом когда общались, ты уже спала, мы хотели тебя позвать. Мы со Славой общались и с Филом. И потом все начали писать позовите Лолиту. Я говорю, Лола уже спит. Я не буду ее беспокоить. Я точно знаю, что спит. Да, я вчера очень рано легла. Часа два. И мы договорились с Филом, что еще выйдем. Выйдем в эфир соберем. Знаешь, как он сказал, как Филипп сказал, давайте соберем, создадим клуб бездельников-одиночек. Вот, временно. Групповух-одиночек пишут люди. Цитируют его. Групповух-одиночек. Так, анекдот. Порода Майкон. Очень все про твоего кота пишут. Мы уже почти две недели дома. В Португалии приснилось, из Италии люди пишут. Мы желаем вам всем скорейшего выхода из карантина. Потому что меня знакомые прислали тоже из Италии пьются дома, из Милана, из Германии. Ну, это прям жуткое зрелище, когда на улице никого нет и едет машина. Всем зайти в дом, никуда не выходить. Какая-то, знаешь, какая-то война страшная. это все. Не дай бог. Ну, это то, что люди выходят и поют, поддерживают другого. А это очень круто. Это дорогого стоит. Большие молодцы, да. Мне просто мне не хочется, чтобы мы дожили до вот этого состояния. У нас и балконов-то поменьше, и здания более высотные. Как бы другая архитектура. Но хочется, чтобы это тепло перешло ко всем. Это правда. Привет, Кошалина. Лов, я приеду, выйдем у тебя на террасе и на крыше будем зольник откатывать. Ну, будем орать. У меня как раз сегодня протекла часть кровли, поэтому завтра начну заниматься геморроем. В Испании тоже устали психологически от карантина. Мы тоже вас поддерживаем и видели. Мы смотрим, мы все следим за новостями. Мы всем следим. Просто, понятное дело, не очень хочется уже об этом говорить, потому что настолько все со всех медиа валится, кажется, что уже просто мозг не может выносить это все. Да, сложно. Но главное не паниковать. Не надо паниковать. Поэтому мы должны все держать себя в очень хорошем психологическом равновесии и стараться все. Поэтому останавливайте паникеров и все найдется. И Израиль с нами вот тоже. Поэтому все найдется. Лекарства, вакцины и это закончится. Но раз в столетие происходит нечто подобное, чтобы это не было, как бы это называлось, войной или чумой, но это раз в столетие происходит со всем миром. Но в этом виноваты мы сами. однозначно. Нам Господь Бог говорит о том, что пора задуматься и немножко остановиться, потому что мы сами себя загоняем. Мы стали жить в таком каком-то сумасшедшем темпе и совершенно не думаем о том, что мы живем на планете, которая тоже живая и которую тоже нужно беречь. Вот в Белоруссии уже объявили карантин. Да, мы изрядно нагадили на планете все вместе, абсолютно без исключения. Кто молчанием, кто действиями, кто бесчувственностью. Поэтому Италия благодарит Россию за помощь, пишет. Кто-то пишет. Зальцбурги нашли, Германия сегодня. Берегите себя, мы вас любим. Спасибо большое. Игорь, вы молодец. Я читаю, пока ты. Спасибо. Вот. Минск приветствует. Лола молодец. Кто у тебя там? С кем ты там еще разговариваешь, пойми меня? Я с людьми разговариваю. Тебя хвалю. Я тебя. Вот потом будут писать, что кукушка хвалит, ты знаешь. На самом деле мы... Давайте о любви пишут. Давайте о любви. Мы согласны. давайте о любви. Ну вот, наверное, настал момент, когда все будут думать о любви. Обычной, человеческой. Мы сейчас даже не про отношения мужчин и женщин, а любви между людьми. ко всему. Казахстан. Казахстан приветствует. Салем. Моя родина. Салем. Отан. Калтовай. Так. Привет Израилю. Так. Жуковский. Беларусь. Филиппа ждут. Но, наверное, он каждый день тоже не может выходить. Ну, конечно. Вы же поймите. У всех есть тоже какие-то домашние дела. Мне сегодня повезло. Я успел переделать днем кучу всего. Потом думаю, как бы мне все это растянуть, чтобы хватило на какое-то время. Потому что все переделаешь. Чем занимать себя? Читать, конечно, да. Читать, развиваться, смотреть хорошие фильмы. Украине. Привет, Одессе. Привет. Можно проводить 24 на 7 со своей половинкой. Конечно, можно. Если так, привет Франции. И Строгино, привет. Магадан. Звучит забавно. Привет Франция, привет Строгино. А мы все рядом. Вот теперь в карантине мы все рядом. И у всех все одинаково. Салем. Аманда Бары. Это ты мне можешь только перевести. Украине привет. Туапсе. У нас паника страшнее. Что? На НТВ звезды сошлись, сейчас про вас будут рассказывать. Какой-то херню. Не смотрите вы телевизор, ради бога. Эти паразитируют на одном и том же из интервью моих и моих коллег вырезают, склеивают по буквам то, что им интересно. Это не соответствует иногда настолько действительности. Лучше смотреть прямые эфиры, здесь по крайней мере все видно. И задавать любые вопросы. По крайней мере мы все будем отвечать. Питер ждет концерта. Концерт у меня в ноябре. В Европе какого дизайнера посоветуете недорого? Игорь, тебе вопрос. Какой вопрос? Повтори еще раз. Какого дизайнера в Европе посоветуете недорого? Дизайнера в Европе недорого. Вы знаете, сегодня практически все модные дома выпускают вторую, третью линию. Поэтому в кризисное время у многих брендов появилась линейка. Если два года назад ее наоборот поудаляли, даже те же Дольче Габбана убрали ДНГ и оставили только Дольче Габбана. А сегодня уже многие делают линейку, потому что понимают, что кризис и практически у всех есть какая-то линия. В любом бренде можно найти что-то приемлемое. Сегодня даже у самых ведущих и крутых брендов есть что-то такое, что позволительно по карману не для всех, но для многих. Скажем, если раньше у первой линии брендов, которая в топе, футболка стоила 500 долларов, то сегодня она уже за 200. а 200 долларов это 10-12 тысяч рублей. Это уже подтягивается все равно в более приемлемой ценовой категории. И когда посмотреть сегодня можно загуглить и посмотреть цены в аутлетах, сегодня можно найти одежду известных мировых брендов за достаточно приемлемые деньги и за 100 долларов и меньше, потому что все заточены на бизнес и никто не хочет терять своих клиентов и все стараются все равно вкуснее использовать какие-то крутые ткани, более простые, но делать моду уличную стрит-стайл, который актуален, который сегодня все равно главенствует на всех фэйшн неделях моды, потому что все хотят, чтобы эту одежду носили, чтобы эту одежду носила молодежь, поэтому в принципе не бойтесь никогда заходить на сайты ведущих мировых брендов и серьезных компаний, говорю вам я, как российский дизайнер, но вообще потому что я и сам могу что-то купить у другого бренда, я всегда поддерживаю интересных и талантливых, и не бойтесь, потому что у всех представления, если бренд на слуху, то там обязательно все сразу стоит миллионы, Игореш, сейчас люди спрашивают про тебя, покажи свой свиншот, правильно я произношу, я не могу к этому слову привыкнуть, вот, это ты сам? Это американский бренд, я очень люблю эту штуку и я ее прям, ну, понятно дело, что стираю, но таскарю... И он тебе помогает? Да, мне нравится, мне нравится, как это сделано, мне нравится сама технология, мне нравится, что он бой, я увидел его в магазине в Нью-Йорке и просто купил и и нашел с удовольствием и совершенно... А всем понравилось вот это самое лицо, одного из самых умных людей на планете. Я когда увидел Эйнштейн, я думаю, какая умная идея, почему же мы не делаем... У нас есть какие-то бренды, которые выпускают принты с Пушкиным, с Толстым, ну, с нашими писателями, но вообще я даже приехал в Питер и позвонил на фабрику, которая работает по вышивке, показал технологии, говорю, почему мы не делаем историю, какую-то связанную с нашими великими людьми. Представь, композиторов, ты знаешь, всегда, всегда в своей... Нет пророка в своем отечестве. Люди спрашивают, твои маски медицинские или это декоративные? Это декоративные маски. они декоративные, конечно, декоративные. Они просто модные, в них встроены... Мы поставили четыре люверса для того, чтобы было модно можно дышать через фильтр, все, но, конечно же, они не медицинские. Ну, вы знаете, я видел и те за 300 рублей, и за 500 рублей медицинские, которые есть и за 30 рублей. Это обыкновенный материал с прокладкой, которая просто не пропускает... Ну, строительные маски лучше всего, еще лучше противогаз. Такого же уровня, как это все для пыли. Но это не медицинская история. Не выходить вообще сейчас в карантин без надобности, если есть возможность работать на удаленке, кого еще не перевели. И, честно, меньше контактов. Мы просто, наверное, сами не представляем. Вот если бы меня не напугали, не напугало видео Италии и съемки, которые люди передают с официальных каналов итальянского телевидения, я бы тоже, наверное, относилась к этому скептически. Знаете, есть такая пословица «Я верблюда не видел, значит, его нет». Поэтому мы вирус еще не чувствуем, и дай бог, чтобы не почувствовали. Но лучше просто поспокойнее и уберечься. Что с искусственным жемчугом? Что-то пропустило. А, вот сейчас, знаешь, что написали? Что на НТВ, кстати, меня хвалят. Странно. Что-то идет про меня и меня хвалят. Редкая, просто редкая возможность услышать что-то хорошее о себе на НТВ. Ладно. Прощи. Игорь, давай, чтобы люди не уснули или ты засыпаешь, потому что ты не спишь уже вторые сутки. Я вышла все равно тебя поддержать, поскольку я, мы с тобой периодически мы с тобой в день несколько раз на связи. Я вижу, как твои глаза уже слипаются. Я тебя люблю. И я тебя. Всем спасибо, что были с нами. Я тебя люблю. Субтитры сделал. Субтитры сделал. Я тебя наберу сейчас. Самого-самого светлого. Я тебя тоже сейчас наберу. Ясу и Лада. В Греции пока. Пока. Всем спокойной ночи. Пока. Что не три лицо. Все. Спасибо всем. Доброе утро, Хабаровск. И доброй ночи. Наша часть европейская. До встречи. До встречи.